всем привет сегодня мы приготовим такое средиземноморское блюдо морепродукты рыба чеснок петрушка здесь у меня бульонный кубик можете пропустить белое вино можете пропустить оливковое масло если вы там совсем не на диете совсем не придерживайтесь никакого питания здорового можете еще добавить сюда кусочек сливочного масла так сковородка стоит на огне сюда выливаем 2 столовые ложки оливкового масла выкладываем креветки ну привет какие есть можете чуть крупнее можете меньше в общем вот они должны быть в панцире с головами со всеми вот делами чтобы вот придать этому блюду вот этот вкус именно вот этих вот жареных креветок и мы их поджариваем буквально по одной-две минутки с каждой стороны до покраснения пока креветки жарятся порежем чеснок как хотите можете просто раздавить можете кусочками маленькими порезать кто как хочет я обычно вот такими маленькими кусочками чтобы можно было отодвинуть не хотите так привет киеве таки переворачиваем ведь они поделели покраснели порожавели все креветочки перевернули и еще одну минутку вот посмотрите рыба у меня я не сказал вообще еще какие сюда нужно ингредиент посмотрите сюда здесь значит у меня вообще сюда идут вот классический рецепт ракушки но я в прошлый раз делала и решила попробовать вот с таким морским набором и здесь конечно преобладают палочки не очень удачно вот такой набор я купила здесь вот очищенные 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 мидии кусочки тоже кальмара наверное маленькие креветочки вот эти вот то что содержится в ракушках очень вот это так креветочки наш видите порозовели снимаем и сюда сейчас мы закинем чеснок но который я еще не порезала поэтому пока я выключаю огонь и режу чеснок чеснок уже должен быть порезаны вот так вот выглядит пляж никого ой извините вот так никого теперь сюда в это же масло где жарились креветочки выкладываем чеснок и обжариваем знаете запах вот этого сочетания креветок и жареного чеснока это так вкусно но смотреть чтобы он у вас не пригорел вот чтобы чеснок отдал запах и вот на данном этапе я волью сюда белое вино вы можете бульон добавить или просто водички налить но с вином конечно вы париться алкоголь выпариться и все будет хорошо теперь я сюда добавлю бульонный кубик я вам не показала такой этого для морепродуктов вот вот такой бульонный кубик мы сюда добавим здесь растворится растворяем бульонный кубик теперь в общем он я думаю в центре его сделаю и он растворится выкладываем вот такие у меня и такие медальоны здесь португалия у нас такие прямоугольнички в лидле есть а это вот мы были в испании и в общем эти медальончики купили будем пробовать здесь вот эти вот прямоугольнички селе но такие кинза как это назвать спрессованная рыба достаточно вкусно и выкладываем сюда всю эту морскую смесь все это вот так мы распределяем и пусть она кипит пусть алкоголь выветривается вот буквально сейчас это покипит 3 минутки и потом добавим креветочки красота это очень вкусно и мы так уже этот рецепт под себя сделали не там поменьше масла поменьше это их каких-то там излишеств поэтому вполне себе на диетическое питание на здоровое питание блюдо вполне себе подойдет теперь мы пока здесь все это кипит мы порежем петрушку петрушку мелко-мелко петрушка у меня своя такая выросла зимой в январе если вы еще на нашем канале а если вы на нашем канале еще не освоились у нас есть плейлист в этом плейлисте очень-очень много рецептов и диетических и не очень вот я сегодня делала опять опять скажу про этот рулет творожный рулет на атаку просто потрясающе вот поэтому заходите в плейлист листайте смотрите кто-то говорит делай перезалив но как-то вот знаете не хочется хочется выкладывать какие-то новые потому что у нас есть люди которые давно нас смотрят и зачем им все это пересматривать так смотрите сюда вот все это прокипело теперь мы рыбу переворачиваем вот так и сюда сверху выложим креветки мы сейчас сюда выложим петрушку вот так сверху и посмотрите какая это красота это просто вот запах стоит вот я не могла никак понять вот этот запах чесночный почему он такой не похожего как я готовлю оказывается нужно клеветочки пожарить его снять и потом бросить туда чеснок вот такая вкуснота ждем три минуты но все прошло 3-4 минутки выключаем накрываем крышкой и через минут 15 можно приступать какие дегустации так теперь мы будем раскладывать это в тарелочке рыбку девчонки это правда очень пахнет очень вкусно просто потрясающе вот смотрите я разложила это две порции и тут еще есть или на третьего человека или добавка или вот завтра это съедите вы можете к этому блюду рис отварить тоже будет очень вкусно ну идем пробовать и так пробую потрясающе вы заметили я это блюдо не солила здесь было достаточно своей соли вот у нас значит там сегодня напитки это кока-кола вы со своими там любимыми свином с чем угодно всем желаю приятного аппетита худейте с удовольствием пока я не знаю что вот я